Девушки из волейбольной команды ОМСИБГУОР провели свой первый сезон в высшей лиге Б. Дебют оказался весьма успешным, а мички завоевали шестое место из 18. Такой результат высоко оценили в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. По завершении сезона Дмитрий Крикорьянс вручил спортсменкам, а также тренерскому составу молодой волейбольной команды благодарственные письма. Мы, конечно, не ожидали, потому что начать выступать с нуля абсолютно обновленной командой, которая только из наших воспитанников, новый, по сути дела, тренерский штаб, в большинстве своем, конечно, сразу попасть в зону плей-офф, да, несмотря на то, что это высшая лига Б, но это уровень спорта, он очень в игровых видах четко прослеживается, да, есть там гранты, есть аутсайдеры, поэтому здесь то место, которое команда заняла по итогам чемпионата, оно вполне достойное и адекватное. С тем уровнем спортсменов и игроков, девчонок, которые выступали за нашу команду, ну и главное достижение, что практически все это наши воспитанники нашей волейбольной школы, которая более 50 лет и сохранение той важной, важных традиций волейбола, что мы помним вот тот тур, который у нас в Омске проходил, сколько было ветеранов волейбола, которые с удовольствием пришли и радовались именно тому, что за омскую команду выступают омские воспитанники. После торжественной части уже в неформальной обстановке за чашкой чая собравшиеся обсудили с главой регионального Минспорта «Прошедший сезон, насущные проблемы и планы на будущее». Я довольна сезоном, небольшое достижение в нашей команде уже есть, то, что мы вышли в финал, это уже о многом говорит. То, что не заняли призовое место, конечно, расстраивает, но это значит, что есть над чем работать. Ну, хотелось бы пожелать нашей команде больше стремления к победе, больше слаженного коллектива, чтобы каждый друг за друга держался и поддерживал на протяжении всего сезона. Ну, воля к победе. Девчонки, конечно, все воодушевлены, это без сомнения, но сложность была в том, что много у кого не хватает еще профессионального отношения к спорту. Много кто еще технически есть какие-то моменты, которые нужно оттачивать, оттачивать, оттачивать. Я понимаю, что это не приходит быстро и сразу, что на это нужно время, но все равно тяжело, когда технически ты не можешь выполнить какие-то элементы, тяжело уже говорить о каком-то результате и о чем-то таком большем. Вот, конечно, да, но я думаю, это со временем все равно придется. Девчонки молодые, все работают, стараются, у всех есть желаний. Думаю, все будет в этом плане хорошо у нас. Девушки смотрят в будущее с оптимизмом, а их наставники готовы делать все, чтобы помочь им в следующем году удержать и, разумеется, улучшить имеющийся результат. Результатом, конечно, я довольна, но нельзя довольствоваться и останавливаться на этом. И цели у нас на следующий год уже, отпуская их в отпуск, вчера была заключительная у нас тренировочный такой день без тренировки, но собрание уже нацелило их на то, что следующий год будет, он будет сложнее. Это по определению, это так должно быть. То есть это всегда создавать и вставать, это сложно, но не настолько, а удержать уровень и шагать дальше. Это преодоление себя, преодоление каких-то вот всегда сложностей. И вот нам нацелены, конечно, идти дальше. Первая задача – сохранить этот результат в своей лиге и, дай бог, выйти также в переигровочную, и там уже сыграть намного-намного удачнее. Министерство спорта, в свою очередь, также окажет содействие в обеспечении всего необходимого для того, чтобы команда могла полноценно тренироваться и возрождать традиции омского волейбола, покоряя новые спортивные вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова